Там, где еще вчера был лес, сегодня лишь труха. Но защитники старины знают ориентир. Вот он, опознавательный знак для местных садоводов и мекка для археологов. Дело рук наших предков – постройка, которой приблизительно пять тысяч лет. Настоящий кладезь знаний для ученых. Скрытая от посторонних глаз в лесной чаще, она была обнаружена лишь восемь лет назад, но уже сегодня под угрозой исчезновения. Все потому, что объект культурного наследия превратился в делянку. Тяжелая техника проехалась прямо по вековым камням, не обратив внимания на предупреждение. Прямо здесь проходит линия, которая отделяла простой лес от территории культового комплекса. Археологи специально отметили ее красными линиями, которые размещали прямо на деревьях. Но лесоруба в красный свет не остановил. И теперь эти отметки можно найти только на срубах от поваленных деревьев. Местные жители утверждают – расчистка леса только начало. Саму гору хотят превратить в щебеночный карьер. Поэтому к пришлым лесорубам у них уйма вопросов. Прямо посреди разговора, как гром среди ясного неба. А почему вы копали? Нас спрашивали. Документы, раз вы не хозяин. Что это было, прокомментируете? Это взрыв был. И это лишь эхо взрыва соседнего карьера. Но такой же могут выкопать и здесь. По крайней мере, на это рассчитывают работники подрядной организации. Взрывать будут здесь породу или что будут делать? Нет, копать будут. Мы лесорубы. Мы пока расчищаем территорию под карьер. Мы не хозяева карьера. Но вопросы именно к лесозаготовщикам. Ведь в проекте четко прописаны зоны, где рубить можно, а где запрещается. Нарушение границ охраняемого объекта уже заметили в муниципалитете. Были согласованы, да, действительно, границы на разработку и геологические изыскания в районе горы Толстик, в том числе в границах, не задевающих природно-культурные памятники и наследия. То, что лесорубы зашли слишком далеко, стало понятно и надзорным органам. Оказывается, с подрядчиком было подписано соглашение, которое оговаривает особое отношение к территории древнего сооружения. В настоящее время, согласно этому проекту, запрещены любые строительные работы, проезд тяжелой техники. И, соответственно, данный объект должен был огорожен сеткой рабицей. Насколько мы знаем, в настоящее время этого сделано не было. В ближайшее время на место вырубки прибудут специалисты Управления охраны культурного наследия. Им предстоит оценить нанесенный ущерб. И если его признают значительным, недальнозорким лесорубам придется ответить за нарушение границ своей деятельности. Дмитрий Сгагин и Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.